Всем здорова, меня зовут Эмэк, да, какое-то время вы будете видеть меня так. Если вас это не устраивает, то просто перемотайте видео вперед. Прошу прощения за долгое отсутствие, у меня тут кое-какой момент сгорел мой ПК. Я все восстанавливал и покупал комплектующие, и ждал пока они придут. В сегодняшнем ролике мы сделаем классный 3D Horror на движке Unity. Это полноценный проект, так что возможно растяну его на несколько роликов. Контента будет полно. С вас лайки и подписки. Погнали! Итак, давай начнем с самого интересного, а именно 3D. В этой игре стоит помнить, что стилистика решает многое, не говоря уже о чем-то второстепенном. Так как это хоррор, в принципе заморачиваться над моделями не придется, но не в этом суть. По сюжету игры главный герой приезжает на выходные к своей бабушке в деревню. Да, мы решили сделать в русском сеттинге игру. Продолжим. Главный герой постепенно замечает, что с его бабушкой что-то не так, и что она ведет себя как-то ненормально. А что будет дальше, я уже не расскажу. Самое главное, что вы уже представили, как должна будет выглядеть игра. Первым делом я осел за создание 3D модели дома. Я прекрасно понимал, что сделать супер модерн дом я не могу, но могу сделать средний дачный домик, что в последующем я и сделал. Мне пришлось отказаться от некоторых моментов в силу оптимизации, но вскоре они будут добавлены в игру, так как детали решают все. Начал делать 3D модельки я в Cinema 4D. В каждом ролике я говорю почему. А именно потому, что мне там тупо проще контролировать все, этапы и оптимизировать модель. Забыл сказать, что игра будет доступна в Steam уже после бета-версии. Следить за новостями о создании игры вы можете в моем телеграм-канале и там же принять участие в бета-тесте. Спеши записаться, так как мест будет не очень много. Итак, какой я выбрал движок? Мы выбрали Unity. Почему? Все дело в том, что если бы мы на Unreal Engine или в CryEngine делали, как великий Хауди Хо, то думаю, дальше альфы это бы не продвинулось. Unity очень удобный движок и сделать графику, которая будет тянуть даже на калькуляторах, возможно именно в нем. Наша главная цель это, чтобы игроки могли играть в игру независимо от своего железа или системных требований. В свое оправдание скажу, что в игре будет достаточно растительности, игра будет с полуоткрытым миром, то бишь там будет всего одна локация, но гулять по ней ты можешь в свое удовольствие и когда и куда захочешь. Если вспомнить тот же самый Outlast, там все максимально линейно и почти некуда пойти. Понимаем то, что в принципе игра действий в игре зависит от тебя и только от тебя, но пойти куда-то налево по сути не представляется возможным. Именно такую игру мы и хотим сделать с искусственным миром, но по сути им не являясь. Кстати говоря, если у тебя есть желание помочь нам в создании игры и ты шаришь за Unity, то пока что ты можешь присоединиться к нам. Нас всего двое, а ты можешь стать третьим, независимо от того, чем ты занимаешься. Но если ты хочешь делать игры, если ты знаешь C-Sharp, умеешь моделировать или делаешь музыку, то мы ждем тебя в нашем чате в Telegram. Ссылка в описании. На данном этапе создания игры в игре уже имеется искусственный интеллект у антагониста, управление главным героем, мы сделали меню, в котором впоследствии изменится и начинаем делать первую локацию. В следующих видео я уже покажу, как движется прогресс создания игры и скорее всего уже дам вам в нее поиграть. Пиши в комментариях, какие мне делать видео, так как скоро Новый год и я собираюсь сделать кучу видосов по созданию игры в новогоднем сеттинге. Я уверен, тебе это понравится, так как гиперкузуалки нравятся абсолютно всем, независимо от возраста. И да, если есть желание присоединиться, напиши мне в Telegram и мы все обсудим. Лишние руки не помешают. Всем спасибо за просмотр, жду ваших комментариев по поводу нового формата, я буду улучшать его и делать еще лучше. В следующем ролике все будет еще круче и лучше. А с тебя лайк и подписка, очки сниму после одного К. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok